С числа 13-го я получаю на почту уведомление о том, что наш митинг согласован. И практически в понедельник при посещении этого парка я хотел забрать как раз это уведомление о том, что митинг нам согласован. С 16-го числа в понедельник я получаю отказ в проведении митинга. В отказе написано, что по решению Департамента региональной безопасности вам в проведении мероприятия отказано. Мне сказали о том, что смущает активность в социальных сетях, которая развернулась с момента подачи заявки на проведение митинга. И якобы нашим мероприятием заинтересовались какие-то неформалы, которые могут сорвать наш митинг. К федеральным законам 54-м вообще не предусмотрено отказа. Нам даже не было предложено ни времени, ни новой площадки. То есть все, что касается проведения публичных мероприятий и то, что прописано в федеральном законе 54-м, все это было представителям власти и представителям парка нарушено. В связи с этим мы пошли в Преображенский суд для того, чтобы отставить свои права. Негативное воздействие на окружающую среду, так называемое, когда что-то летает, что-то загрязняет воду, на самом деле оно уж границ не знает. Оно к вам может прилететь откуда угодно. И, соответственно, когда мы говорим о том, близко завод или далеко этот завод, то расстояние на самом деле уже значения не имеет. Вот мусорожигающий завод негативное воздействие может оказаться на расстоянии даже 24-х километров. Мы встретились с организатором вот этого митинга, которого так совпало, что у него был назначен митинг на этот же день. Стало понятно, что эта проблема, которую мы обсуждали, это тоже проблема местного самоуправления. Решили, что он предоставит нам возможность включить сценарий, в том числе и тех людей, которые хотели выступить на нашем митинге. В Российской Федерации будет построено 5 мусорожигающих заводов. Это абсолютно точная информация. В Московской области появятся 4 мусорожигающих завода. Это в Воскресенске, это в Ногинске, это в Нарофоминске и в Солнечногорске. Я точно знаю, у меня есть информация о том, что у этих участков уже есть кадастровые номера. То есть мы точно можем сказать, где появятся мусорожигающие заводы. Проблема действительно массовая, потому что в зону опасного воздействия вот этих опасных предприятий, мусорожигающих заводов, попадают тысячи людей. Выбросы мусорожигательных заводов, они стимулируют проблемы с дыхательной системой, то есть аллергические реакции, при том совершенно разные вещи, ну просто аллергическую, запускаются аллергические реакции. И самое страшное, это, конечно, раковые заболевания. У нас сейчас все полигоны в Московской области переполнены. При том, они не просто переполнены, они не соответствуют стандартам безопасности. Они сейчас загрязняют подземные воды, загрязняют воздух, они регулярно горят, самовоспоменяются, их невозможно потушить. То есть свалки уже сейчас есть, и с ними уже надо бороться. Мусорожигание проблему свалок не решит. Мы предлагаем раздельный сбор и переработку. То, что уже работает в некоторых городах в России, успешно работает. Это успешный наш опыт. Мы уже не говорим про то, что есть зарубежный еще более классный опыт восточной Европе, западной Европе, Америки, Японии. Это в вопросе местного значения, реализации мусора. Мы выступаем против строительства заводов, да. То есть никаким образом законодательства не нарушены. Не, это местное значение. Перечень 45 вопросов местное значение. 45 вопросов. Какой-то части. Нет, мы никому раздельничаем. Спасибо. 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 Ей, 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 это надо организовать.